МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Бандитизм в Тимиртау. Полицейские разыскивают вооруженных налетчиков, которые ограбили три магазина в городе Металургов. И вновь журналисты помогли решить проблему. Несколько дней жилые дома на улице Баженова затапливало сочными водами. Вода из колодцев зашла не только на огороды, но и в подвалы. Массаж с дополнительными услугами. В Караганде пресекли деятельность секс-притона, который работал под видом массажного салона. Тимиртауские полицейские разыскивают злоумышленников, которые ограбили три магазина. По информации полиции, создана оперативно-разыскная группа по поимке неустановленных вооруженных налетчиков. За последние несколько дней в Тимиртау произошло сразу три нападения на небольшие магазины и торговые точки. В социальных сетях пользователи публикуют видео с камер наблюдения. По словам пострадавших, люди в масках и с оружием, угрожая, забирали выручку. У одного была безрукавка синяя, у третьего было, ну, там, в основном было в темных однижках. Поэтому они, наверное, искали, что было темное, они быстренько поскидывали и побежали в другой магазин грабить, чтобы их не опознали по приметам. Пока полиция орудовалась здесь, как бы искали, плевный район, собаки, кинологи здесь, ну, как бы, много людей было задействовало в поисках. Они в этот момент, наверное, на восьмом и грабили магазин. Ну, что единственное могу сказать, то, что это были молодые, потому что у них был голос молодой. Когда они сделали это ограбление, был молодой голос, не сформировавшийся, потому что, ну, прям, видать, то, что детские, это 17, 18, 19, ну, до 22 лет, пускай, вот, там будет. Три разбоя и один грабеж. Такое количество нераскрытых преступлений тянется. За дерзкими тимиртаускими грабителями в масках анонимуса. По сведениям полицейских, создана оперативно-розыскная группа из опытных сотрудников. Проводится по квартирной опросу жителей близлежащих территорий. В центре Караганды несколько домов затапливает сточными водами. Вода из колодцев зашла не только в огороды, но и в подвалы. Возмущенные люди в течение 20 дней своими силами откачивают воду. А коммунальные службы начали откачивать воду только после визита нашей съемочной группы. Это один из домов, который подтапливает канализация. Жители заявили, что уже несколько дней сами вынуждены бороться с сточными водами. А все потому, что мусор, собиравшийся в колодцах долгие годы, попросту забил коллектор. Из-за воды поврежден фундамент дома. Во дворе дурно пахнущая грязь. Огород и фундамент в воде. Живем в страхе уже несколько дней. Толком не кушаем и не спим. Жители говорят, что им приходится своими силами откачивать воду в течение последних 20 дней. Однако, не имея тяжелого специального оборудования, полностью удалить воду не получается. В течение двух часов сточные воды вновь наполняют колодец. Вода бежит уже несколько дней. Мы об этом даже не знали, потому что колодца даже не видно. В коммунальном предприятии Караганды Су пообещали решить проблему. Однако, определить место утечки сегодня невозможно. Для этого необходимо полностью очистить колодец. Бригада Михайловского цеха водоснабжения работает на ликвидации аварии. Колодец, откуда происходит излив воды, сильно заилован. И на данный момент невозможно установить принадлежность водопроводной линии, откуда вытекает вода. Либо это частная водопроводная резка, либо бесхозная. После того, как будут выполнены работы по прочистке колодца, будет установлена труба, из которой происходит утечка воды. И будет более точная информация. Представители Караганды Су также заявили, что если будет установлена принадлежность колодцев к их компании, то коллекторы будут очищены и накрыты крышками. Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 23-летняя жительница Караганды содержала секс-притон, работавший под видом массажного салона. Деятельность притона была пресечена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного ДВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 23-летняя жительница города под видом массажного салона организовала и содержала притон. При осмотре помещения салона были изъяты несколько упаковок средств контрацепции, а также крупная денежная сумма. Для привлечения клиентов организатор активно размещала рекламу средства массовой информации. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Из салона отдела полиции доставлено 12 девушек для выяснения обстоятельств дела. На сегодняшний день проводится расследование. В Карагандинской области на 29 октября назначены до выбора депутатов Маслехаты всех уровней. В регионе имеются 8 вакансий в представительные органы власти. На внеочередной 27-й конференции областного филиала партии «Нур-Утан» рассмотрели новые кандидатуры. Претендентов представил Аким области Ирлан Кушанов. До выборы проводятся в связи с переездом, сменой места жительства и сменой места работы депутатов. Претендентов на внеочередной конференции областного филиала партии «Нур-Утан» представил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Всего в регионе имеется 8 вакансий. В числе кандидатов в депутаты оказались председатель областной ревизионной комиссии Серик Утешев, заместитель директора центральной больницы Шетского района Хауан Абитаева, директор Каркаролинского государственного архива Монарбек Карим и другие. На заседании бюро полицовета были рассмотрены кандидатуры предельных на выдвижение кандидатами в депутаты областного масляхата от партии Нур-Отан. Первое. По индустриально-безбратному округу номер 12 города Караганды Утешев, Серик Балгатавич. 1963 года рождения. Казах, имея высшее образование, закончил Карагандинское государственное университет имени Букетова по специальности экономист, член партии с 2006 года, председатель ревизионной комиссии по Карагандинской области. Какие будут вопросы Серику Балгатавичу? Все кандидаты в депутаты были поддержаны единогласно. Обращаясь к претендентам, Ерлан Кошанов процитировал слова лидера партии Нур-Отан Нур-Султана Назарбаева о том, что все кандидаты в депутаты от партии должны быть честными патриотами своей страны, уважаемыми личностями в своих регионах, работающими на благо народа Казахстана. Казахстан начал модернизацию экономики. Речь не идет только о техническом перевооружении страны. Третья модернизация коснется каждого. Мы говорим сегодня о новых технологиях, цифровизации. Буквально недавно президент провел совещание, большое совещание по цифровизации не только производства, но и в целом средообитания. И это коснется каждого, цифровизация. Это первый вопрос, который президент обсудил. Эта задача кажется нам, что правительство этим должно заниматься или где-то в центре. Этим теперь должны заниматься мы все здесь на местах. В заключении глава региона дал поручение по активизации в области информационной работы, направленной на разъяснение послания президента и его программной статьи «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Андрей Тент, Ольген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Результаты работы специальной мониторинговой группы при Департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции озвучили на специальном заседании в городском Акимате. Особой критике подвергнута работа Центра занятости за отсутствие пандусов и неработающую систему электронной очереди. Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции проверил, как исполняется план мероприятий по реализации антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике. Летом выяснились многочисленные недостатки, связанные с непредоставлением информации в установленные сроки. Это же касается и размещения отличительных знаков на служебных автомобилях. Сегодня представители регионов отчитались об успешно проведенных профилактических мероприятиях. Я также хотел отметить, что на все машины у нас были нанесены отличительные знаки, информация была предоставлена вовремя. То, что касательно не было информации, мы разберемся и у вас обязательно обязательно видеть данную информацию. На все машины были нанесены отличительные знаки на служебных автомобилях, подтверждающие штатные государственные имущества. Руководители местных исполнительных органов города Сараня приняли участие в акции. Начни с себя путем опубликования на интернет-зайках и герцких газетах информации о доходах. Больше всего вопросов у членов спецмониторинг-группы возникло к руководству отдела занятости и социальных программ Караганды. В частности, нарекания вызывают качество оказания услуг, а именно условия, при которых эти услуги оказываются. К примеру, по центру занятости, при нашем посещении были выявлены ряд проблемных вопросов. Первоначально это вопрос, касающийся невозможности доступа лиц с ограниченными возможностями. То есть не имеет права безбарьерно добраться до соответствующего государственного органа. То есть нет пандуса, нет кнопки вызова, нет указателя, нет стенда, нет графика рабочего времени данного государственного органа. Эти замечания мы при посещении еще говорили в мае месяце текущего года, но до сих пор они не были устранены. Глава Карагандинского отдела занятости сообщил, что электронное табло не работает из-за недобросовестного подрядчика. Что касается пандусов, то переоборудовать здание отдела не представляется возможным. Мы после этого разговаривали, в принципе, когда насчет табла, таблом мы деньги выделили, в данный момент мы проводим. Один раз провели, конечно, этот груздакл. В связи с тем, что поставщик являлся недобросовестным, поэтому пришлось нам повторить идти на этот груздакл. В ближайшее время мы это установим. А по отделе зданий у нас здание также не позволяет, установки не приспособлены. Мы в данное время сейчас в поиске этого здания, сейчас акиматом, аким в этом плане курсим, мы поддерживаем здание подходящее. Специальная мониторинговая группа была создана 15 ноября прошлого года для того, чтобы проводить мониторинг исполнения чиновниками мероприятий антикоррупционного характера. В департаменте предупредили чиновников за неисполнение плана мероприятий будут приниматься меры дисциплинарного характера. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. 1 августа в Казахстане впервые стартовало международное исследование Организации экономического сотрудничества и развития. Это широкомасштабное международное исследование читательской, математической и информационно-коммуникационной грамотности населения. В анкетировании и тестировании примут участие 6 тысяч казахстанцев в возрасте от 16 до 65 лет. Исследование позволит определить, как взрослое население нашей страны использует в своей повседневной жизни такие виды деятельности, как чтение, поиск информации, компьютерные технологии, а также узнать об их образовании и опыте работы. Данная информация поможет получить ясную картину о развитии человеческого капитала Казахстана. Значительный информационный материал предоставит возможность стране разработать программы обучения. По всем вопросам можно позвонить по бесплатному телефону горячей линии, уточнить информацию на веб-сайте исследования. Абайским чиновникам разъяснили требования законодательства в сфере государственной службы. В регионах провели семинары под председательством заместителя департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Все государственные служащие от Акимов до рядовых специалистов должны неукоснительно соблюдать требования законодательства в сфере государственной службы, противодействия коррупции, а также этического кодекса государственных служащих. Об этом шла речь на семинаре совещания в городе Абай. Было отмечено, что в адрес уполномоченного по этике поступает немало сообщений от граждан. Однако лишь малая их часть касается именно поведения чиновников. Что можно сказать про жалобы? Вот даже за первые полгода 2017 года в адрес поступило более 70 жалоб. Из них только 1% или 2% это касается нарушений, либо предполагаемых нарушений норм служебной этики. Остальные жалобы это в сфере ЖКХ, в сфере обеспечения тени какими-то коммунальными услугами, социальными услугами, госуслугами и так далее. Мы четко можем сказать, что 99% всех государственных служащих вашего района Карагандинской области четко исполняют все свои служебные обязанности и соблюдают служебные этики. Также проведен личный прием граждан, в ходе которого жители Абая могли лично задать вопрос руководителям департамента агентства по делам госслужбы. Рабочая группа также ознакомилась с работой регистрационно-экзаменационного отдела районного УВД Центра обслуживания населения на предмет соблюдения требований законодательства в сфере оказания государственных услуг. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Пять дней карагандинцы с восхищением следят за волшебным взмахом руки дирижеров Фуата Мансурова, Шамгона, Кушгалиева, Николая Калинина, Тулиппергена, Абдрашева. Во дворце культуры горняков проходят концерты участников 19-го международного фестиваля «Музыкальная сарарка». Джаз, классика, народная музыка. В 19-й раз в Караганде проводится уникальный проект – международный фестиваль «Музыкальная сарарка». В разные годы карагандинские зрители наслаждались виртуозной игрой артистов Казахстана, России, США, Узбекистана, Израиля, Тайваня и Кыргызстана. Без малого 20 лет проводится этот музыкальный праздник. А ведь начиналось все с небольшого концерта областного масштаба. Мы начали этот фестиваль с небольшого областного уровня, но мы тогда собираемся проводить этот фестиваль, и думали, что он переносит в такой крупнейший фестиваль международного статуса. Действительно, он стал у нас традиционным, и самое главное, самое главное для нас тогда, организаторов, нынешних организаторов, что народ ежегодно очень ждет этот фестиваль. Значимость традиционного фестиваля отметили и участники. Среди них дирижер Фарус Адыков – народный артист Узбекистана. В фестивале он принимает участие ежегодно. Особые слова благодарности гость высказал в адрес карагандинского зрителя. «Карагандинский зритель – очень известный зритель. Они и вчера, и позавчера был полный зал. Они там как… Вчера вообще не вставали, сидят, они концерты не уходят, не хотят расходиться. Вот, это вот о чем говорят, что они любят этот фестиваль. Этот фестиваль стал как бы мировым брендом в Карагандии». Слова благодарности передал и руководитель оркестра «Каспийские виртуозы» Мустафа Мехмандаров. У него, кстати сказать, состоялся дебют не только как участника фестиваля, но и в качестве дирижера. «Вчера у нас был замечательный концерт, и для меня он был лично для меня и для моей биографии историческим, поскольку я в качестве дирижера, можно сказать, что дебютировал, как симфонический дебют мой состоялся здесь, именно в Караганде. В Казахстане получилось так, что в Караганде. И я этим очень горжусь». А 20 сентября во Дворце культуры Горняков состоится апофеоз всего фестиваля – галоконцерт «Мои друзья, мое богатство». Название выбрано не случайно. Концерт посвящен 70-летнему юбилею карагандинца, генерального секретаря Международной организации «Тюрксой» Дюсена Касейнова. В концерте примут участие все исполнители, играющие на тюркских инструментах, а также народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, народный артист Израиля Герш Геллер, народная артистка Азербайджана Роза Зергерли и многие другие. Андрей Дент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аманса Лонгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова